Привет, криптоны! С вами Павел. Сегодня мы продолжим серию роликов о том, стоит ли входить в мани в 2022 году, конкретно в марте, потому что март месяц уже настал, и нам есть что рассказать. Первое, на что мы можем сейчас с вами обратить внимание в связи с мировой ситуацией, то, что у нас растут с вами цены, цены растут на всю технику, и неумолимыми шагами просто сумасшедший рост ценообразования происходит. И с этой стороны, конечно же, кажется, что, блин, вот сейчас-то входить, наверное, уже точно не стоит, потому что ценник стал, ну, реально конский. Последний раз подобные цены были на пике курсов в апреле месяце 2021 года, и тогда уже тоже все боялись, но все ждали более высоких курсов. В начале этого года мы начали вот эту серию роликов, стоит ли входить в майнинг, и я говорил, что стоит, ну, и, в принципе, всегда говорил, что стоит, и последние 12 лет было, стоит входить в майнинг, да, как бы на протяжении всех вот этих 12 лет с 2010 года, когда только биткоин начинал зарождаться. Сейчас это все приобретает больше и больше масштабы, и поэтому, ну, вот так. Соответственно, в январе я говорил, что стоит входить, и расписывал небольшие варианты событий, которые могут происходить. На момент съемок курс был, если мне память не изменяет, около, там, 50-40 тысяч долларов. Я говорил, что он упадет, упадет до 30, откатится, потом он отрастет. Это был один из вариантов сценария. Так и произошло. В феврале месяце упали очень сильно цены на видеокарты, я опять говорил, что стоит входить, и тогда говорил, что это идеальное время для входа, потому что курсы пока низкие, пойдет от рост, и видеокарты пока очень дешевые. И также я говорил о том, что курс, есть вариант, когда он был где-то под 40, что он еще раз свалится ближе к 30, а уже потом начнется рост. Так и произошло. Собственно, курс обратно у нас опять откатился ниже 40, и потом он начал расти. По эфиру я даже не говорю, потому что он следует, в принципе, за биткоином, вы все сами прекрасно видите графики и можете судить, что куда. Далее произошла вот вся ситуация, которая происходит сейчас, да, курс доллара у нас растет очень сильно, цены на видеокарты растут очень сильно, и что же для нас это значит? В первую очередь, я думаю, что сейчас майнеры, конкретно майнеры, они прям вообще, ну, чуть ли не на коне оказались, да, потому что если мы берем, рассматриваем прибыль, заработок, как в фиате, в рублях, да, потому что мы же за рубли покупаем все-таки видеокарты и фермы, то для нас сейчас войти в майнинг, купить ферму и собрать себе видеокарт очень дорого, потому что цены выросли. Но при этом курс доллара также очень сильно вырос, потому как ферма вам копает крипту, крипту вы меняете в баксах, крипта стоит в баксах. Получается, что в принципе, как на 30-40% выросли цены на видеокарты, так же на 30-40% выросла и доходность, потому что, ну, это взаимосвязанные вещи, и для конкретно майнеров ничего особо в этом плане не изменилось. Да, вход стал дороже. Мы об этом говорили неоднократно, что вход будет дороже. Чем дольше ждать, тем дороже будет вход. Так всегда было, есть и будет. Были некоторые просадки, были промежутки, скидки, акции, можно сказать, для входа. Но кто хотел, тот вошел, кто не хотел, тот не вошел. В общем, по ситуации. Сейчас курс доллара очень сильно растет, цены очень сильно растут. Сейчас люди начинают скупать все, что только можно. Кто-то покупает доллары сделать, сейчас это очень тяжело, приходится заказывать баксы, да и особо негде их купить, именно бумажки. Кто-то покупает их на бирже, кто-то покупает телевизоры, кто-то покупает ноутбуки, да, ну, для того, чтобы как-то сохранить свои вложения, или приумножить их при этом, что немаловажно. Ферма — это тоже актив. Мы об этом говорили неоднократно, что ферма — это тоже актив. И каждый сейчас, у кого есть ферма, это прекрасно понимает, что то железо, которое он покупал по одной цене, сейчас это же железо, даже бэушное, уже стоит чуть ли не в два, а то и в три раза дороже того, что покупал он. То же самое происходит и сейчас. Если вы думаете, что это финальный рост цен, не думайте, это не финальный рост цен. Цены будут расти и дальше. Курс пока лихорадит очень сильно, он не может сильно устаканиться. Очень надеемся, конечно, что он будет ниже 100 рублей, да, но кто его знает, как будет. На биржах вы могли видеть, наблюдать, что курс уже перескакивал за 100, 108, даже, по-моему, кое-где за 110 перескакивал курс. Я сейчас точно не вспомню. Вчера смотрел, публиковал даже на нашем телеграм-канале, что вызвало некую бурь эмоций у некоторых людей, не вчера, а позавчера. Некоторые банки обменивают сейчас, продают баксы уже там по 150 чуть ли рублей за доллар. Покупают, конечно, дешевле, но продают вот так вот, что тоже очень печально. Поэтому майнинг, это сейчас отличная альтернатива. Прям отличная альтернатива. У нас пока не введено никакого законодательства, ограничивающего майнинг. Скорее всего, мы, опять же, снимаем новостные выпуски и об этом говорим, что ведутся направления именно в то, что регулировать, не запрещать, а регулировать будут майнинг криптовалют. Причем для физических лиц даже не надо регистрировать себя как ЭП, просто придется подавать все равно декларацию, ну и платить налоги с дохода, с прибыли, которые вы получаете от майнинга. Ну, это меньшее из зол, на которое нам придется с вами, скорее всего, пойти, если мы хотим спать спокойно, хотя бы в мире майнинга. Также мы с вами поваленно наблюдаем, что где-то перестают работать карточки. Какие-то компании перестают поставлять свою продукцию в нашу страну, кто-то перестает торговать с нашими компаниями в долларах. Да, соответственно, мы с вами все знаем, что все технологии, карты и все прочее, все это, собственно, из-за рубежа, все это импорт. И торги ведутся в баксах в основном, подавляющее большинство. Также хочу отметить для тех, кто считает, что в видеокарточке сейчас барыги наглые просто тупо завышают цену. Поясню для тех, кто не понимает, как это работает. Если кто-то когда-нибудь вообще, да, там занимался торговлей, в особенности торговлей техники, любой абсолютно, будь то мобильный телефон или что-либо другое, те, наверное, понимают, что происходит. Для всех остальных постараюсь объяснить. Представьте, что вот вы тот самый предприниматель, у вас есть там своя палатка с телефонами. Банально, к всем торгуете, неважно. Вы купили 10 телефонов по 10 тысяч рублей. Продаете вы их по 12 тысяч рублей. На закупку у вас также 10 тысяч рублей. Завтра вы узнаете от своего поставщика, дистрибьютора, что вы можете купить эти же телефоны по 15 тысяч рублей. Не по 10, по 15. Задайте себе вопрос, почем вы будете их продавать уже сейчас, те, которые у вас куплены были по 10 тысяч рублей. И это неплохие продавцы. Это вынужденная мера в торговле. Курс бакса растет. Дефицит будет. Сейчас мы его пока, может, с вами не видим, но он будет. Так или иначе. Потому что многие компании Intel, AMD перестают поставлять свои процессоры уже сейчас. Я пока точно не вдавался в подробности. Мы в новостном выпуске об этом поговорим. Наверное, какие компании в принципе перестают поставлять свою продукцию сейчас в Россию. И мы сможем оценивать дефицит, я думаю, в ближайший месяц. Да, уже, ну, скорее всего, он какой-то добудет. Мы занимаемся аналитикой собственного, собственное видение того, как растет крипта, что будет с криптой. Да, мы также изучаем новости, мы изучаем рынок, мы пытаемся разобраться во всем этом. И у нас есть свое мнение. Но это мнение не истинно в последней инстанции. И вы должны всегда думать своей головой. Стоит вам ходить, не стоит вам ходить. Мы ни в коем случае никого не убеждаем бежать и скупать там фермы, видеокарты и прочее. Это решение вы принимаете сами, осознанно. Я рекомендую составьте бизнес-план. Посчитайте, рассчитайте, представьте. Ну и, конечно же, без веры в крипту. Не надо в крипту вообще входить ни под каким соусом. Дальше. Что касается курса роста биткоина и эфира. Как я и говорил, что просадки скорее всего уже закончатся. И в марте, ближе к апрелю, мы увидим с вами рост. Сейчас, на данный момент, пока пишется этот ролик, курс эфира уже за 3000 долларов. А курс биткоина уже за 44 тысячи долларов опять вырос. В связи со всей ситуацией, я предполагаю, что то, что я планировал, что курс начнет расти ближе к апрелю. Ситуация, наверное, сдвинется пораньше. И, возможно, мы уже сейчас с вами будем наблюдать вот эту новую волну роста. Не мне еще раз судить, что вам куда вкладывать, что покупать, что не покупать. Еще раз, вы принимаете решение сами. Мы лишь говорим о том, что сейчас пока еще возможность есть. На ближайшее время майнинг будет очень, так сказать, хорошим подспорьем для многих инвесторов. Вот именно для тех, кто думает, куда проинвестировать свои деньги. То есть майнинг будет в этом плане, я думаю, на коне. Причем очень даже хорошо, потому что вы майните чистую крипту. Вы ее не покупаете, вы не заводите фиат на бирже, вы не занимаетесь купи-продай. Вы просто взяли оборудование, которое вам майнит, которое добывает вам крипту. Которую вы можете хранить на бирже, можете хранить ее на холодном кошельке. Да как угодно, копить ее или пользоваться ей. Это пока что у нас в стране еще нельзя покупать товары и услуги, грубо говоря, за криптовалюту. Но это может измениться с принятием законов. А законы, как пишут, должны быть приняты к 1 январю 2023 года, а может быть и раньше. Кто его знает, как сейчас пойдет. Сложно вообще что-либо прогнозировать, сложно вообще представлять, в каком направлении, что куда пойдет. Но крипта однозначно, она сейчас уже приобрела некий мировой статус. Не только для нас, для всего мира приобрела некий статус для диверсификации своих рисков и вложений. И мы говорили с вами неоднократно, что очень мало людей в крипте сейчас. И будет входить все больше, люди все больше узнают о криптомире и все больше начинают его изучать. Соответственно, обойдет больше людей, крипта будет стоить дороже. Мы говорим про основную крипту, биткоин или эфир. Дальше, что касается эфириума. ПОС не ПОС, пока никакой информации толковой нет. ПОС нас пугает с 2017 года, если не раньше. У всех блогеров с 2018 года сначала ПОС уже через месяц, через два, через три. И вот так уже на протяжении четырех лет у них ПОС наступает вот-вот. И входить ни в коем случае нельзя. И вообще после ПОСа майнинг умрет. Мы с вами также уже обсуждали, что нет, майнинг не умрет. Существует куча всевозможных альтернатив, даже после того, как эфир уйдет на ПОС. Даже сейчас уже есть многие алгоритмы, которые могут быть более выгодными в перспективе, чем майнинг эфириума. Посмотрите наш ролик про ПОС, это хорошо. Мы там разобрали более чем подробно развитие будущего и того, как будет в нем полезен эфир. И того, что будет майниться после ухода эфира. И того, что может принести нам больше дохода, чем просто майнинг эфириума. Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Как в той самой песне. А ферма это актив. Карты дорожают, железо дорожает. Дефицит будет, скорее всего. Ну это не стопроцентная, конечно, информация, но мне кажется, он неизбежен. И это в любом случае актив. Плюс это актив, который вам генерит денежку в любом раскладе. Если этот ролик вам понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на наш YouTube канал. Переходите по ссылке в наш Telegram канал, там наши прайс-листы. Если вдруг вы хотите приобрести карты или же ферму в сборе у нас. Вся информация в нашем Telegram канале. С вами был Павел. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok